Оленеводство, рыболовство и техника для условий севера. Такие предметы изучают ученики кочевых школ, открытых в Якутии и на Ямале. Эти регионы первыми в России перешли на кочевую форму образования и уже получают первые положительные результаты. Дети возвращаются в Тундру с образованием и продолжают дело родителей. Именно таких результатов хотят добиться и в Ненецком округе, где коренное население утрачивает родную культуру и навыки традиционного ведения хозяйства. Роза Ивановна Конюкова желает удачи всем участникам круглого стола. Язык на путстве выбран не случайно. Тема, ради которой собрались педагоги городских и сельских школ, самая актуальная – создание кочевых детских садов и школ в округе. В регионе, где проживает коренное население и развитое оленеводство, очень важно сохранить традиционный уклад жизни. Если ребенок не умеет ловить рыбу, запрягать олениву пряжку и не перенял от отца знания по выпуску оленей, ему нечего делать в тундре. В то же время, для успешного ведения хозяйства в рыночных условиях общинам и СПК нужны люди с образованием. Чтобы не отрывать детей от привычного оленеводу быта, в Якутии впервые были созданы кочевые сады и школы. В 2008 году в республике Саха-Якутия появился региональный закон о кочевых школах республики Саха-Якутия. На сегодня это единственный региональный закон. Сейчас в республике 13 кочевых школ в 11 улусах, 250 детей обучаются в этих школах и в том числе где-то 50 детей дошкольного возраста. Первые результаты в Якутии и на Ямале, который перенял опыт республики, говорят об эффективности. Дети получают образование, не теряя навыков жизни в условиях севера. Сегодня всё чаще родители оленеводы выбирают кочевую школу-сад для получения образования ребёнка. Благо теперь на Ямале 22 кочевые организации в семи районах. Дошкольным образованием охвачено 139 детей, начальным школьным – порядка 50. К тому же родители теперь имеют право выбирать, в какой форме ребёнок будет получать образование. В Ненецком округе кочевой детский сад работает пока в виде пилотного проекта. В летний период в общине Канин несколько дошкольников обучались письму и алфавиту под присмотром педагога из детского сада села Несь. «Проживание же вот там, в чуме, постоянное. Сказать, что человек работал там, например, два часа в день, все 12, да, очень сложно. Она фактически постоянно была с ними в общении. Она участвовала, потому что она точно так же участвовала в той деятельности, которую вела община. И если необходимы были дополнительные руки, она привлекалась к этой работе». Для полноценной работы кочевых образовательных организаций в регионе необходимо решить несколько задач. Во-первых, подготовить учителей, которым предстоит преподавать сразу несколько предметов, иметь навыки проживания в стойбище, знать национальные традиции и обычаи. Необходимо внести изменения в региональный закон об образовании. Это необходимо для определения источника финансирования, ответственных за выпуск учебников и разработку программ обучения. Главным же итогом большой встречи педагогов стало решение – кочевым моделем обучения в регионе быть.